Замок Лип в Ирландии, один из самых страшных замков с привидениями, был возведен в 15 веке на ритуальном месте древних кельтов. Он принадлежал клану О'Кэроллов, который прославился своим коварством и жестокостью. О'Кэроллы частенько приглашали своих врагов на примирительный пир, а затем убивали их прямо во время застолья или во время сна. А один из членов клана вонзил меч своего брата-священника, когда тот служил мессу в часовне замка. Теперь эта комната называется кровавая часовня, и говорят, что священник часто посещает ее по ночам. Не лучше О'Кэроллы относились к своим союзникам, наемным воинам из кланов О'Нил и Макмахен. В углу пиршественной залы была оборудована потайная дверь, ведущая в комнату, пол которой был усеян кольями. Догадайтесь сами, какую плату получали наемники. Теперь и их духи иногда появляются в темнице, а компанию им составляет страшное существо, которое прозвали Эмменталь. Очевидцы, видевшие его, утверждают, что это создание размером с овцу, с человеческим лицом и черными провалами вместо глаз. При его появлении воздух наполняется зловонием гниющих трупов и серы. Лондонский Тауэр в Великобритании знаменитый своими привидениями и кровавой историей. Генрих VIII приказал казнить здесь двух своих жен, Анну Болейн и Екатерину Говард. Кстати, призрак Анны Болейн единственный, получивший официальную прописку и разрешение на проживание в Тауэре. Он являлся множеством людей, некоторые из которых попадали в больницу с диагнозом галлюцинации. Иногда голова Анны находилась на плечах, а иногда привидение предпочитает разгуливать безголовым. Еще два знаменитых тауэрских привидения – молодые принцы, Ричард и Эдуард V, которые были заключены в тюрьму после смерти их отца, короля Эдуарда IV. Они исчезли вскоре после этого в 1483 году, а их останки не были обнаружены до 1647 года. Замок Фрейзер в Шотландии известен своей замечательной архитектурой, красивыми садами и ужасным убийством. Согласно местной легенде, однажды прекрасная принцесса остановилась в замке Фрейзер. Вместо того, чтобы проворочиться всю ночь из-за горошины или встретить красивого лорда, девушка была жестоко убита во сне. Затем ее тело потащили вниз по каменной лестнице и оставили в лесу. Жители замка тщетно пытались смыть кровь несчастной принцессы с лестницы, но не смогли. Поэтому они покрыли каменную лестницу деревянными панелями, которые сохранились до сих пор. Некоторые говорят, что во Фрейзере до сих пор можно услышать крик принцессы, когда она посещает замковые залы. Говорят, в Михайловском замке на самом деле живет призрак императора Всероссийского Павла I. В 1801 году российский Гамлет был задушен заговорщиками в своей опочивальне, хотя официальной причиной смерти был апоплексический удар. С тех пор, по слухам, призрак Павла иногда появляется в полночь в коридорах Михайловского замка, неся в руках свечу. Замок Драксхольм в Дании построен в конце 12 века. Был когда-то тюрьмой для датской знати и духовенства. Сегодня это знаменитый отель и один из центров мистического туризма. В нем обитают сразу три призрака – Серая Леди, Белая Леди и граф Ботвелл. Серая Леди – это своеобразная призрачная служанка. По ночам она ходит по коридорам отеля, проверяя, не заблудился ли кто-нибудь из постояльцев. Белая Леди – призрак благородной девушки, которая влюбилась в местного жителя. Ее отец не одобрил это и запер девушку в ее комнате. Спустя столетия строители обнаружили ее скелет в маленьком углублении в стенах жуткого замка. Граф Ботвелл был третьим мужем королевы Шотландии Марии Стюарт. Однако их брак вызвал возмущение о шотландской знати и графу пришлось бежать в Норвегию. Там он попал в руки родственников девушки, которую он когда-то совратил. И по приговору короля Дании и Норвегии провел остаток своей жизни в тюрьме замка Драксхольм. Замок Мушем в Австрии. Возможно, вы слышали о процессе над салемскими ведьмами, который стал одним из самых знаменитых случаев охоты на ведьм в истории. А вот расправа над ведьмами и колдунами в замке Мушем была одной из самых кровавых. Более сотни молодых женщин и мужчин были обвинены в колдовстве и привезены в замок Мушем в период между 1675 и 1690 годами. Многие из них были младше 21 года, и единственным их преступлением было отсутствие поручителей. Их пытали раскаленным железом и убивали в местной темнице. Неудивительно, что теперь в этом страшном замке с привидениями часто слышны леденящие душу крики, шум шагов и скрип дверей. А некоторые посетители даже уверяли, что видели плавающий белый туман. Замок Химэдзи – это один из наиболее хорошо сохранившихся образцов японской замковой архитектуры во всей стране. Предположительно, его также преследует призрак по имени Окику. Согласно местному преданию, Окику была молодой красивой служанкой, которую обвинили в краже драгоценной тарелки из набора, насчитывающего 10 предметов. Пытаясь добиться от Окику признания в содеянном, ее подвесили вниз головой, избивали и опускали в воду раз за разом, пока несчастная девушка не умерла. Затем ее тело сбросили в колодец и закрыли его крышкой. С тех пор дух несправедливо замученной Окику по ночам плачет и стонет возле колодца, тщетно пересчитывая тарелки. Замок Доброй Надежды в Южной Африке Эта история одной из главных достопримечательностей Кейптауна восходит к 1666 году, что делает ее старейшим колониальным зданием в Южной Африке. Первоначально замок использовался голландской Ост-Индской компанией в качестве продовольственной станции для кораблей, а затем служил военной крепостью и тюрьмой во время Второй Бурской войны с 1899 по 1902. В 1728 году губернатор Питер Ван Норт осудил нескольких дезертиров, которые были повешены. Один из приговоренных, стоя перед виселицей, проклял губернатора, Иван Норт умер от сердечного приступа в тот же день. С тех пор его призрак часто посещает зубчатые стены этого здания. Говорят, там есть еще один знаменитый местный призрак – черный пес. Он бросается на людей и исчезает прямо в воздухе. Шато де Брисак во Франции – элегантная усадьба в сельской местности, ныне является прекрасной гостиницей. Однако ее очаровательные стены скрывают темное прошлое. Согласно старинной истории, один из жителей замка обнаружил, что его жена изменяет ему с другим. Чтобы отомстить за поруганную честь, он заключил в тюрьму свою жену и ее любовника. Пытал и в конце концов убил их обоих. Теперь посетители отеля могут получить дополнительный бонус в виде наблюдений за призрачными фигурами, леденящими душу прикосновениями и жутких звуков при заселении в номер. Замок Бран в Румынии находится в живописной и труднодоступной части Карпат, печально известный дом Влада Цепиша, колосажателя, также известного как Влад Дракула. Именно этот персонаж послужил вдохновением для готического романа ужасов Брэма Стокера «Дракула». А владычество Влада Сажателя на кол над Трансильванией стало темной и жуткой легендой. Историки не уверены, действительно ли Влад убивал людей в замке Бран, но тем не менее это место стало одним из самых часто посещаемых замков с привидениями в мире. Независимо от того, действительно ли Влад Цепиш пытал и убил здесь сотни людей, замок может похвастаться множеством других пугающих особенностей, в том числе системой тайных ходов, которая пронизывает все здание. Сейчас в замке действует музей, в котором выставлены артефакты прежних лет, щиты, старинные костюмы, доспехи и так далее.